В недавнем прямом эфире с губернатором Воронежской области один из вопросов горожан был связан с дорогами региона. Мы ставим задачу в апреле и в первой половине мая в основном закончить ремонт ямочной и, собственно, перейти к плановым работам по строительству и реконструкции дорожной сети на территории города. С наступлением теплой погоды на улице Остужево стартовали работы по замене дорожного полотна. Для этих целей теперь закрыт разворот на светофоре, который вел на территорию рынка и гипермаркета. Там уже перенесли часть подземных коммуникаций. Сейчас на дороге прокладывают оборудование для будущих фонарей. С 22 апреля было скорректировано движение в связи с необходимостью выполнения переустройства коммуникаций, а также замены дорожного покрытия. На данный момент трафик движения перенаправлен на новую построенную часть. В будущем появится и новый съезд, ведущий на территорию рынка и торгового гипермаркета. Обращаем внимание, что из-за работ действует ограничение скорости 50 км в час. Строители уже начали снимать старый асфальт, а также приступили к замене подземных коммуникаций. По словам губернатора, не только на этом участке, но и на других будет постелен качественный асфальт. В части применяемых материалов мы подключили сюда и лабораторию из нашего опорного университета, ну и строительного университета. У них есть лаборатория определения качества дорожных работ. Это должен быть в основном битум модифицированный, а щебень должен быть гранитный. Это вот такие большими мазками, то что называется. Постараемся не снижать объемы дорожного ремонта и строительства за счет дополнительного выделения ресурсов на эти цели. Остается неясным, как пешеходам со стороны улицы Урывского попасть в онкологический центр и на Остужевский рынок. Ведь пешеходного перехода на этом участке дороги так и не появилось. Работы планируют завершить в конце мая этого года. А до тех пор водителям стоит обращать внимание на изменения схемы проезда и скоростного режима.